На внеплановом совещании заместитель главы курорта Александр Колесников обозначил важную проблему – борьбу с карантинным сорняком амброзии, которая под конец лета интенсивно разрослась по всей территории муниципального образования. На сегодняшний день заросли мы все с вами сорной растительностью. Особенно непозволительно это то, что произрастает амброзия, это как на территории города, так и на территории сельских округов. Это не говоря только то, что поля сельскохозяйственного назначения, это и говорится о том, что внутри поселков, внутри строек особое внимание нужно обратить в городе именно на строящиеся объекты, там где за забором и за забором у нас вылазит амброзия. Если заглянешь за забор, то там вообще страшно становится. Территория муниципального образования поделена на участки, за каждым из которых закреплено ответственное лицо. Работы по борьбе с сорными растениями в администрации курорта не удовлетворены. Выделены дополнительные специалисты для проведения тщательного мониторинга и обследования территории. Максимально отработать свои закрепленные территории на момент обнаружения сорной растительности, амброзии полонолистной. В усиленном режиме четыре рейдовые группы проверят территорию курорта и на нерадивых собственников составят административные протоколы. Борьба с вредным для здоровья человека растением началась сразу же. Хозяйство начали дискование участков. На этом поле была посеяна озимая пшеница. По окончании уборки, в связи с тем, что растет амброзия и сорная растительность, дискуем и обрабатываем почву. Стараемся как можем. Стараться действительно приходится, потому что амброзия полонолистная – соперник серьезный. Карантинный объект достаточно серьезный. Серьезный в плане воздействия его на человека, в плане воздействия его на окружающую среду. То есть происходит очень большой вынос воды и питательных веществ из почвы, что наносит ущерб почве и в конечном итоге, конечно, урожая. Одно растение дает до 100 тысяч семян. И семена в почве сохраняются до 50 лет. Причем даже недозревшие семена, попав в почву, стратифицируются и на следующий год при благоприятных условиях они всходят. Комиссия ежедневно работает во всех сельских округах. Там, где не хотят замечать амброзию и бороться с ней, составляют протоколы на владельцев земельных участков и арендаторов. Мы живем на курорте, к нам люди едут лечиться. Пожалуйста, боритесь с карантинными объектами, и в том числе с амброзией полонолистной, и не забывайте, что согласно 99-му закону о карантине растений, борьба с карантинными объектами производится за счет средств и сил землесобственников, землепользователей. Ненадлежащее содержание земельных участков может привести к тому, что будет выписан административный штраф. В течение двух дней все земельные участки проверят, и нерадивым собственникам придется оплатить свою халатность по отношению к курорту.